Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я именинника, а главный подарок я так еще не получил. Тихо-тихо-тихо. Главный подарок у нас приготовила Картинкина. Да, Ленок? Да. Что ты несешь? Не, ну а че? Все давно знаешь, что ты сохнешь по один до второго курса. Все контрольно-курсовые я тебе писала. А ты пьяненького его хватай. А то потрезвый тебе не припадет. Ну, спасибо за совет, Диана. Ох, я вот прям предвкушаю этот разгром. Главное, чтоб не хуже, чем в прошлый раз. Да ничего, вызовем клининговую компанию. Это же молодежь на туфель. Это творческая молодежь. Странно. А мы ничего не перепутали? Но Дима точно собирался день рождения дома праздновать? Ну да. Не понимаю. На туфель, по-моему, пахнет корицей и ванилью. Совершенно согласна, что это было бы очень интересно, но… Здрасьте. 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 Ваниль? Да. Вы не забыли, что у меня сегодня тренировка на большом поле? Кто меня отвезет? Не я. Что за вопрос, конечно, мама. Она сегодня целый день свободна. Я после обеда в банк, а у папы важное совещание по новому проекту. Это по тому спортивному центру, который мама рисовала три дня, да? Это по центру, который разрабатывает наше архитектурное бюро. А в нем твой папа – ведущий архитектор. Сынок, мы все делаем одно общее дело. А твой личный водитель будет вовремя. Как всегда. Спасибо. Мам, брось, пожалуйста, денег на счет. Апетиты растут. Спасибо, мам. Угу. Да, лянусь, не смогу сегодня быть хуже, но очень важная встреча. Леночка, хотелось бы на ужин чего-то легкого. Ну, запеченные рыбки, например. Ну, рыбу… Свежую, а не мороженую. Я помню, Наталья Олеговна. Я куплю обязательно, когда Саша будет тренироваться. Да, кстати, ты могла бы постоянно возить Сашу в школу, на тренировку. Ну, чего ему толкаться в общественном транспорте. Тем более свободного времени у тебя достаточно. Наталья Олеговна, вообще, вы сегодня зачем-то второй раз уже говорите о том, что я сижу дома и не работаю. Это же вы убедили меня сидеть дома с Сашей до школы. Ну, да. Потому что мальчик часто болел. Ну, а потом болел Александр Сергеевич. Я ухаживала за ним. Мы помним это. Ценим. Спасибо. Пара у меня. Анаталья Олеговна, вам директор центра неврозов Ирина Суходольская. Анаталья Олеговна, вам директор центра неврозов Ирина Суходольская. Зави, я жду. Проходите, пожалуйста. Благодарю. Добрый день, Наталья Олеговна. Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь. Ну, я посмотрела и поняла, что вы хотите строить новый корпус для вашего медицинского центра. Да, расширяемся. Знаете, хотелось бы что-нибудь стильное, современное и… Наташа. Да. Скворцова. Да. Ты, правда. Конечно, я. Ирка Зенченко. Сколько же мы не виделись с выпускного. А где все? На обиде? Угу. А ты чего не пошла? Угу. Кто это у мамы? У нее встреча. Кристина, пожалуйста, сделай нам зеленый чай для гостя. Хорошо. Пропусти. Да. Нера Зенченко, владелица центра неврозы. Ты же просто хотела быть невропатологом в районе поликлиники. Ну, знаешь, ты тоже не планировала стать вот хозяйкой шикарного архитектурного бюро. Собиралась ведь быть скромным бухгалтером, правда? Да. Пришлось. После смерти мужа. Ой, прости. Не смогу забыть. Вчерашний вечер. Сильно. Переходи еще в ночь. Да, Наташа. Тебе памятник при жизни поставить нужно. Правда, я первый раз встречаю свекровь, которая полностью довольна своей невестой. Тем более, как если ты говоришь, она у тебя серая мышка. Ну, что ты, ну, она уж не совсем серая. Она тоже архитектор по образованию, да. Так она тоже в вашем бюро работает? Да, она иногда просто Диме помогает. А вообще занимается домашним хозяйством. Она, наверное, сиротелая, поэтому семья для нее была и остается самым главным в жизни. Ну, логично. Да. Так что моя невестка, она прекрасная жена и мать. Сыну очень повезло. У него замечательная семья. Пожалуйста. Спасибо. Сашуль! Я принесла тебе сок. Саш, почему в комнате такой бедла? Саша! Да в чем дело? Ты слышишь меня вообще? Меня весь день занят. Занятия, английские, тренировки. Вообще я могу поиграть? Саша, я не понимаю, в чем проблема? Вот именно, ты не понимаешь. Потому что ты не работаешь и весь день сидишь дома. Ты можешь заняться чем угодно. Угу. Вот ты какого обо мне мнения. Ну ладно, прости. Так, когда наиграешься, пожалуйста, наведи порядок. Хорошо. А читать чужую переписку неприлично. Пожалуйста. Когда угомонишься, наконец? Что? Сколько можно прыгать из койки в койку? Все эти Жанночки, Светочки, Людочки. Вот теперь Кристиночка. Ты их имена не путаешь, нет? Послушай, я взрослый человек и сам решу, как мне поступать. Да неужели? Да. Ну-ка сядь. Сядь, сядь. Начинается. Дима, я закрывала глаза, когда ты резился на стороне. Ну вот сейчас ты завел шашню прямо в нашем бюро. Да? Ты вообще, ты о чем-то думаешь? А если вдруг Лена узнает? Не узнает. Я осторожный. Ты бестолковый. Ты вообще понимаешь, как тебе крупно повезло? Мало того, что Лена идеальная хозяйка, и ты вообще забыл, что такое бытовые проблемы. Ты, кстати, тоже. Да, я тоже. Но это не главное. Все наше бюро живет благодаря Лениным идеям. Ты должен с него пылинки задувать и не изменять. И сейчас, когда пошли такие большие заказы. Кстати, Лена сделала потрясающий эскиз бизнес-центра. Валентин сказал, что мы практически в финале тендера. Ну вот, а я об этом? Да, ты должен быть благодарен отцу, что он тогда не разрешил Ленин аборт сделать и заставил тебя жениться на ней. Ты бы вообще архитектурный бы не закончил. Да, и наше бюро по миру пошло. Так, ладно, я уже понял, что я ноль без палочки, без дыр. Спасибо, мама. Ну, Дим, ну, ну извини, пожалуйста, ну не злись. Я не злюсь. Ну, Димка, я тебя очень-очень люблю. Я тебя тоже. Да. Я тебе фруктов принес. Спасибо. Дай посмотреть. О-о-о! Что это будет? Ну, это так, пока идея на будущее… Ой, из твоих идей на будущее скоро можно будет целый город построить. Это был бы город мечты. Кристина, я ни часа не могу говорить. Нет, все усилит. Да. А с Леной что? Целуй. Она полей промчалась в ванную. Не знаю. Мам, посмотри. Ой. Слушай, мне очень нравится. Очень. Очень. Ну, умница же, умница. А там… Ну, да-да-да. Лен, все хорошо? Да, все хорошо. Кажется, у нас скоро будет малыш. И если это так, то я буду самым счастливым человеком на свете. Ага. Лен, слушай, ты уверен, что нам сейчас это нужно? Тима. Конечно. Значит, начнется сопли, вопли и вонючие подгузники, да? Сашка. Леночка, не стоит убежаться. Это всего на все морской эгоизм. Они просто боятся остаться без внимания. Да, я понимаю. Лен. Лен. Послушай. Ну что, как там, Лен? Я все нормально успокоилась. Да. Саняка. Да. Вот смотри детские фотографии, понимаешь, я соскучилась. По этим хорошеньким детским розовым пяточкам. Мам, ты знаешь, что я думаю? А Ленка сможет закончить проект? Ты вспомнил, в прошлый раз, когда она была беременна с Сашкой, и так плохо себя чувствовала. Я думаю, что все будет хорошо. Лена тебя любит и хорошо понимает, насколько для нас важен этот заказ. А она в любом состоянии все сделает. Выполнит все задачи. Да. Зато у нас будет еще один малыш. Такой же здоровенький, умненький и красивый, как Сашка. Лена уверена, что это будет девочка. Она даже имя придумала. Машенька. Ну, я не возражаю. У нас будет и Саша, и и Маша. Димка, с Кристиной надо завязывать. По бюро слухи поползли. Шепчутся. Есть монт-женераль. Где Наталья Олеговна? У Димы. Она уехала в банк. Я знаю. Будет только через час. Дим, в чем дело? Кристина, послушай. Что? Ой, прошу прощения. Я пригласительную на строительную выставку для Натальи Олеговны принес. Извините. Валь, подожди. Слушай, тут такое дело. А по одному проекту нужно помочь. Мам, ну в чем дело? Я тебя попросила постирать, а ты не постирала. У меня сегодня вечером ответственный матч. Санечка, прости, пожалуйста. Я вчера до поздней ночи чертила папин важный конкурсный проект. И сегодня утром плохо себя чувствовала и забыла, честно говоря. Саша, прости, пожалуйста. Виновата. А ты кормить меня собираешься? Я кушать хочу. Сань, ну еда в холодильнике. Разогрей себя, это же уже большое. Столько проблем из-за этого маленького гаденыша, который еще даже не родился. Уже всем мешает. Саша. Что? Подойди, пожалуйста. Мама, ну, перестань. Извините, пожалуйста. Саша, ты у меня уже такой большой. Я очень часто вспоминаю времена, когда ты был маленький. Ты всем делился со мной, всеми своими радостями, горестями. Помнишь, какие у нас были чудовищные секреты от папы и бабушки? Помню. Помнишь, как мы забирались вечером под одеяло и придумывали истории про мудрого фонарщика? Помню, как ты придумывала ему новые приключения. А ты все время выдумывала каких-то новых монстров. Сань, я все время думаю, как твоя сестренка будет тобой гордиться. Как Маша будет смотреть на своего брата, такого доброго, сильного, великодушного. Она будет восхищаться тобой, гордиться, а ты будешь ее защищать, да? Да. Ладно, пускай рождается. Сын, я так люблю тебя. И я тебя. Да позвони ты ему наконец. Ждем. Валь, ну что там? Да погоди ты. Наталья Олеговна. Что? Ну что, что? Я вас поздравляю. Заказ наш. Шумовой. Сразу не мог сказать. Кристина, ну что стоишь? Давай шампанского нанеси. Ну девка, ну хороший чертяк, а? Талант. Ну весь в отца. Наталья Олеговна, ну вы же знаете, да, что всех студентов и архитекторов сейчас учат по учебнику профессора Соколовского. Да, да, я в курсе. Так вот я более чем уверен, что скоро и по Димкину учить буду. Но ведь его дают же проект за проектом. И один же лучше другого. Димка, а вот этот вот последний, ну я тебе скажу, это нереально. Это просто космос. Валик, ну хватит, хватит. Ты уже чувствуешь, как за мной золотое свеча не возникает. Да, я вот уже вижу. Светится. Так, ну хорошо. Ну? Лен, возьми ключи от своей машины, моя в ремонте. Я помню. Хорошо. А ты скоро? А то на все про все у меня два часа, а потом встреча с заказчиками. Они немцы, пунктуальные до чертиков. И что? А то, что я не могу им сказать, что я опоздал, потому что возила жену на УЗИ, она собиралась два часа. Димочка, если это такая проблема, вызовем для такси. Так, не капризничайте. Я на такси своих девочек не отправлю. Непонятно с кем. Это для меня слишком ценный груз. Вот и не бубукой. Едем? Едем. Привет. Да? Господин Соколовский, это референт господина Крауса. Он намерен отменить вашу сегодняшнюю встречу. А в чем дело? Мы и так и не получили образец финансового договора, а без предварительного изучения договора встреча состояться не может. Послушайте, простите нас ради Бога. Передайте господину Краузе, что через десять минут договор будет у вас на столе. Хорошо, я передам. Спасибо. Все в порядке? Да нет. Сейчас, подожди. Алло, слушаю. Кристина, а что происходит? Что случилось? Почему образец финансового договора еще не отправлен Краузе? Я просил это сделать еще вчера. Дима, а что за тон? Я… Значит, если ты не отправишь договор через пять минут, я уволю тебя к чертовой матери. Поняла? Димычка, ты не гони так, пожалуйста. Лен, ты-то мне хотя бы на нервы не действуй. Машина, Криго. Да. Машина, Криго. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Моя точенка, доктор, что с ней? Все будет хорошо. Все хорошо с ней, обещайте. Конечно, обещаю. Ты только верь. Только верь, слышишь? Обещайте. Обещайте. Тихо, тихо, тихо. Скорую вызвали? Да. Саша, обедать пора. Не хочу. Саша, все будет хорошо. А если не будет? Это все из-за меня. Я не хотела сестру, ругала ее. Сейчас мама может умереть. Сашенька, Сашенька, ну что ты мой милый? Ну что ты мой глупенький? Ну что ты напридумывал, а? Ну, все будет хорошо. Ты веришь мне? И ты ни в чем, ни в чем не виноват. Да? Ну что, я тебя можно узнать? Идем, мой хороший. Пошли. Все. Поехали. Дмитрий. Вы меня не помните? А чего же? Ну, вспоминайте. Солнечногорск. Вы проектировали торговый центр. У нас жили в санатории. Сосновых гор. Угу. Вы Марина. Работали медсестрой. Точно. Вы назначили мне свидание, а потом куда-то исчезли. Каю, все обстоятельства изменились. Сын заболел, пришлось уехать. Понятно. Можем поужинать, когда я выйду от сюда. Как вас найти? Да, вот. Обвините старшие медсестры. До встречи. Алло. Что, так срочно? Ну, приходи через полчаса. Доктор, простите, у меня жена в реанимации. Меня туда не пускают. Как она? Ну, пока без изменений. Состояние стабильно тяжелое. Вы делаете что-нибудь? Ну, конечно, делаем. Послушайте, вам следует понимать, что у вашей супруги серьезная черепно-мозговая травма. После сложнейшей операции мы ввели ее в искусственную комнату. Мы сделали все, что могли. Теперь только остается ждать и надеяться на чудо. Какое чудо? Какое чудо? Вы серьезно? Абсолютно серьезно. Ведь одно чудо уже произошло. Ваша дочь осталась жива. Несмотря на глубокую недоношенность и серьезные травмы матери. Так что, как говорится, наберитесь терпения. Извините. Кофер сварим, он и вкусный. На конфеты налетай. Конфеты могла и не приносить. Мне хоть магазин открывают. Все, благодарные пациенты несут, несут. Ты что хотела выяснить? Скажи мне, подруга, как дела у Маши Соколовской? Тяжелый случай? Или есть надежда? А тебе зачем? Помнишь моего красавца-архитектора? Ну, с которым у меня роман начинался? А, ну, припоминаю. Это ж было лет сто назад. Который от тебя сбежал еще. Не сбежал, а уехал по делам. И не сто лет, а пять лет назад. Так хоть двадцать пять. А недоношенная девочка здесь при чем? Мой архитектор, ее отец, лежит у нас в травматологии. И? Что? Может, это моя судьба? Ты размечталась, подруга. Но где архитектор столичный, а где медсестра из Адрыпинска? Между вами полмира. Поверь, я до расстояния пройду с крейсерской скоростью. Что с ребенком? Да и ничего хорошего. Девочка, действительно, очень тяжелая. Неизвестно, выживет ли. И если выживет, то неизвестно, будет ли полноценный. Ясно. А ничего, что у него жена в отделении лежит? Жена не стена подвинется. А вот дети для него важны. Послушай, Юль, не в службу, а в дружбу. Держи меня в курсе. Как это все не вовремя? Немцы торопят. Я представляю, что без Лены мы не успеем вовремя закончить проект. Мама, не переживай. Я сам попробую не в те коллективы, которые я не потребовала. Ну, попробуй, попробуй. Не хочу. Ну, да. Кстати, а ты на дочку не хочешь клянуть? Ну, клянь пока нельзя. А девочку разрешили сегодня навестить. Проходите, пожалуйста. Ваша девочка слева. Какая она крохотная. Знаете, есть методика выхаживания тяжелых детей. Метод кенгуру. Ну, это материнская любовь или отцовская в вашем случае. А я уверена, что доктор отцу разрешит брать ребенка на руки хоть ненадолго. Ну, что вы такое говорите? Дима? То есть, отец сам еще в плачевном состоянии после аварии. Да, я, я понимаю. Извините. Алло. Да, я уже бегу. Марина, видела я не только твоего архитектора, но и его мамашу. Хочешь дружеский совет? Забудь его. Такую свекровь врагу не пожелаешь, не то что лучшей подруге. Мы еще посмотрим. Я тоже не девочка-припевочка. Поживем, увидим. Алла Есенина, скажите мне прямо, моя внучка будет жить? Хорошо, я спрошу по-другому. Она будет жить полноценной жизнью? Нет, я вас понимаю. Ситуация непростая и… Вы не хотели подавать прогнозы, но… Но я должна знать правду. Хорошо. Ребенок очень-очень тяжелый. Посмотрите. МРТ показала, что вследствие травмы матери, мозг ребенка очень пострадал. К тому же девочка родилась ненаношенной. Вот заключение. Что? Вы сказали, мозг пострадал. Это значит, что она может стать умственно неполноценной? Ну, вероятность такая очень велика. Но поверьте, мы делаем все возможное. Мне нужна копия документов. Я не могу. Как она могла? Как она могла? Привет, Ириша. Мне совет вынужден очень. А ко мне в офис, ну, в бюро. Ты можешь подъехать? Ага. Спасибо, я жду. Ириша, спасибо, что ты пришла. Ну, что ты, я с радостью. Как у вас дела? Ну, Дима почти в порядке. Лена постепенно поправляется. Ну, слава Богу. А как внучка? Вот о Машеньке я хотела с тобой поговорить. Посмотри, пожалуйста, результаты обследования. И скажи мне прямо о перспективах ребенка. Ирина, там в больнице врач, она ходит постоянно вокруг да около, мямлит все время что-то. Наташа, ну, я же не педиатр. А здесь вообще нужен мне анатолог. Нет. Нам нужен невропатолог. То есть ты. Я прошу тебе, скажи мне правду. Угу. Ну. Ну. В общем так. Вполне возможно, что дело не в аварии. Очень даже может быть, что гипоксия возникла не внутриутробно. А уже после рождения. Как? А там же написано, вследствие травмы, травма была получена внутриутробно. Так? Так, Наташа, я настоятельно рекомендую тебе еще раз поговорить с вашим лечащим врачом. Диагноз вызывает у меня сомнения. Диагноз. 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 Привет, мам. Здравствуй, сынок. Ты не бойся, все в порядке. Сашка, садись. Как хорошо, что ты поправляешься. И бабушка сейчас придет. Она пошла к детскому доктору. Я, кстати, насобирал деньги. Для Маши. Еще соберу. Это каким образом? Я просто запостила инфу про Машу в соцсети. И ребята начали присылать мне деньги на телефон. Сашка, ты будешь отличным старшим братом. Мам, ты не волнуйся, если понадобятся деньги на лечение Машеньки, мы их обязательно найдем. Я была сейчас с бабушкой, там, где лежали новорожденные. Маша такая маленькая и сморщенная, но из-за проводков ничего не видно. Санечка, ты не волнуйся. С Машенькой будет все в порядке, она скоро выстроит. Лена, ты чего? Мама? Умерла? Маша. Как? Мама! Лена! Леночка! Врача! Мама! 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 Дим, ну что, есть какие-нибудь новые идеи по поводу проекта с испанцами? Нет. Ничего не получается. Слушай, ну можешь тогда попробовать кофе внутривенно, а? Валя, не смешно. Понимаешь, не смешно. Думаешь, раз пальцем щелкнуто — все готово? Понятно. Надоело все. Тебе ответьте, друг. Давай, рассказывай. Да что рассказывать, Валя? А вот что хочешь, то и рассказывай. Черная полоса в жизни, Валя. Ни откуда идеям взяться. Мозги заняты совершенно другим. Ленка по дому ходит как тень. Смотрит на всех с таким укором, что жить не хочется. Слушай, ну а вы-то в чем виноваты, а? Да вот именно, что ни в чем. Я тоже потерял ребенка, ну… Да, если б не было аварии, все было по-другому, но надо жить. Она не живет, а существует. На кладбище каждый день ходит. Сашка от рук отбился. А она вся в своих переживаниях. Валя, прости, важный звонок. Конечно, конечно. Привет, котенка. И опять? Привет, котенок. Какие красивые, мои любимые. Какая у нас программа сегодня? Хочу поехать за город. Так. Вкусно покушать. Так. Шампанским. Ну, а дальше сам решай. Принято. Добрый вечер, мама. Сядь. Поговорить надо. Прости, что поздно. Ага. О, ты что, в таком везде за руль сел? Хватит тебе. Ты соображаешь, что ты делаешь, а? Тебе что, прошлой аварии мало? Отец разит. Отец разит. С дешевыми бабскими духами. Где ты был? На деловой встрече. Да. Лена, как? Лена, Лена без изменений. Такая же вялая, такая же апатичная. Я не знаю, что делать с этим проектом отеля в Барселоне. Лена вообще не хочет слышать о работе. А я ведь тебя предупреждала, чтобы ты не спешу подписывал этот договор. Мы могли бы обойтись более мелкими проектами, с которыми ты бы сам справился. Ты сама мне говорила, что отказываться от таких условий – это преступление, мама. Да, я говорила. В другой ситуации. Все, извини, хватит обвинять друг друга. Давай думать, что будем делать с Леной, м? Мам, можно в кино с пацанами? Ты меня слышишь? Да, я поняла, понимаю. Спасибо. – Дим? – Да. Я созвонила Суходольской. И что, она положит Лену свою клинку? Нет, это не ее профиль. Она сказала, что судя по обязанным симптомам, Алене нужна помощь врача-психиатра. И чем скорее, тем лучше. То есть, я должен отправить Лену психушку, этого не будет, мама. Погоди ты. Она посоветовала хорошего специалиста. И он работает в частной клинике, а не в психушке, как ты изволил выразиться. Ладно. Может, ей это поможет. Поговори. Поговори с Леной. Лен. Поговорим? Поговорим. Давай пройдемся. Поговорим. Послушай, мне… Нам всем очень больно смотреть на тебя такой. Ты… Ты постоянно грустная, безучастная, равнодушная ко всему. Прости, Дим. Я… Я стараюсь. Я ничего не могу придумать. У меня в голове ни одной мысли. Да я не о работе сейчас. Я… Где прежняя Лена? Нежная, веселая, заботливая? Я не знаю. Я… Со смертью моей малышки из меня с собой жизнь ушла. Но ты же и моя дочь тоже была. А еще у нас есть сын, которому нужна мама. Я… Я все делаю. Я есть. Я здесь. Я с вами. Нет, Лен. Ты не здесь. Ты не здесь. И уже давно не здесь, Лен. У тебя депрессия. Тебе нужно лечиться. Ты понимаешь? Что? Ты хочешь дать мне психушку? Да… При чем здесь психушка? Я… Я просто говорю о том, что нужно показаться врачу, проконсультироваться. Понимаешь? Да. Хорошо. Я поняла. Давай проконсультируемся. Все. Лен… Поверьте, Елена, мы вам обязательно поможем. В нашей клинике используются самые передовые методики лечения. Нам даже за границей приезжают. Игорь Леонидович, мы очень на вас рассчитываем. И повторяю, деньги не имеют значения. Главное, чтобы Лена вернулась к прежней жизни. Конечно. Я поменяла свое субботнее дежурство. А давай поедем за город. Пойдем купаться в озере. Рыбу ловить, жарить ее есть. Удивительно. Что мы с тобой опять встретились? Что тут удивительно? Лена… Это судьба. С ней бесполезно бороться. Я и не борюсь. Давай тогда вместе жить. Ну, ты же знаешь мою обстоятельство. А ты уверен, что твою жену в клинике вылечит? Что ты будешь делать, если нет? Марина, жена, я не уйду. Никогда. Просто пойми это. Это еще что такое? Ну-ка, иди-ка. Идем. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Он сказал, что через неделю будешь в строю Слушай, я же забыла, я набросала кое-что для испанского проекта Ты хочешь посмотреть? Ну конечно Тогда придется возвращаться Слушай, ну почему же ты молчал? Слушай, это же потрясающе! Старик, я тебя поздравляю! Ты же снова в седле! Наталья Олеговна это видела? Угу И что сказал? Сказал премию выпишите Ну наконец-то! Наконец-то я вижу старого доброго Дмитрия Соколовского! Талантливого архитектора и любящего жизнь человека! Ну! Да, Валик, в жизни все меняется, причем постоянно! Слушай, ну и кто она? Та, кто вдохновляет тебя на эти замечательные идеи? Ты о чем? Ни о чем, а о ком, о женщине, а шершеляфан Да при чем здесь все-то, Валик? Ну как при чем? Ну чувствуется же женская рука! Это что, твоя новая подруга придумывает за тебя эти потрясающие проекты? Валик, я не понимаю, о чем ты Ведь да ладно тебе конспиратор Видел я тебя с одной красоткой Диму Ну я снимаю шляпу! У тебя всегда был отменный вкус! Я вообще тебя не понимаю! И понимать не хочу! Да займемся делом, а? Слушай, а что я такого сказал? Я же просто по-дружески пошутил! Я по-дружески! Иди! Работай имени Миши! Извини! Привет! 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 Слушай, что я подумала? Если проект Лену так понравился испанцам, то мы можем заключить сделку на наших условиях! Текрасно? Но я сейчас по другому поводу! Да? Я слушаю! Мам, тебе не кажется, что Валентин стал много себе позволять в последнее время? Нет! А в чем дело? Он ведет себя нагло! Намеки разные делает! Мне кажется, стоит поискать нового менеджера по продажам! Нет! Мы не будем никого искать! У нас сложился коллектив! Хороший, профессиональный! А Валентин вообще незаменим! В отличие от некоторых! Ну, давай, скажи! Кто этот «некоторый»? Да, я слабый архитектор! Но я и не хотел им быть, если ты помнишь! Я хотел поступить в университет, на факультет астрономии, изучать космос, рождение вселенной! Но это вы с папой настояли! Позвольте, я помогу! Спасибо! Спасибо большое! Вы очень хорошо рисуете! Спасибо! Стараюсь! Это мои документы! Извините! Хорошего дня! И вам! Удачи! Спасибо! Вы даже не представляете, как она мне нужна! Это удача! Ясно! Дим! Что за праздник? Испанские заказчики приняли наш проект! Это нужно отметить! Поздравляю, ты у меня самый лучший. Причём во всём. Твоя жена скоро выписывается? Нет, учителя. Ты знаешь, что мы теперь будем редко видеться? Ничего не изменится. Лучше иди ко мне, а? Иди. И скажи ещё раз, что я самый лучший. Ну? Ты самый лучший. Ещё. Самый умный. Ещё. Ещё. Самый сексуальный. Сань, ты чего затеял? Я решила полить мамины цвета, и вообще у меня есть план. Какой? План состоит в том, что я теперь всегда буду помогать маме во всём. Ты стал взрослым, сынок. Дим, ты меня проси за сегодняшнее? Перестань, мам. Нет, правда, я не должна была всего этого говорить. Ты по сути права. Что бы я представлял без отца, без тебя, без Лены? Другое дело, нужно ли мне всё это? Саша, а давай я тоже тебе буду помогать. Я не против. Негативные последствия одновременного приёма психотропных препаратов, содержащих наркотические вещества и антидепрессантов. Я не благодаря тебе. Чтобы để получить всё, чтобы неorte, надо было причёным. HN.: мне хочется timelessπ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бабуль, ты приготовила вещи для маминой выпуски? Да не волнуйся ты, милый. Все перегладила, положила в сумку. Сумка, прихожая. Ты руки помол? Да, конечно. Ну, вот и ешь салат. Пап, за с вами надо заехать. Обязательно. А еще я вычитала в интернете про перчатки для тех, кто выращивает цветы. Надо маме такие купить. Купим, ты не суетись, Сань. Встретите маму по-высшему разряд. Хорошо. Лен, Лена, все нормально? Идем покушаешь. Давай, давай. Спокойно. Привет. За нами следят. Вы что, не видите? Вас убить хотят, нас хотят убить. Лена, Лена, спокойно. Спокойно. Присядь. Присядь. Сейчас тебе принесут помощь. Подожди, подожди. А можно я к вам? Нет, это ты, Далки. Николай, это тебе нужно! Я не знаю! Что тебе нужно! Идите, идите, идите! А, а, что ты теперь это не думаю? Золя, Золя, я в Шоколос скрываю таланку, камеру не зуг готовься. Пусти. Отпустите меня! Отпустите меня! Иди давай! Отпустите меня! Отпустите меня! Пап, давай побыстрее. Нам еще зацветают. Саша, как мы поедем, если я ключи от машины не могу найти? Ну, может, ты их в машине оставил? В какой машине, если машина закрыта? Так вот, твои ключи лежали на кухне. Все, поехали. Поехали, поехали. Подожди, подожди. Да, Игорь Леонидович, доброе утро. Ну да, вот, собираемся. Да, я вас понял. Ну, да, хорошо. Мама не выписывает. Почему? Что случилось? Я в состоянии ухудшился. Игорь Леонидович, что происходит? Поговорили, что состояние Лены значительно улучшилось. Так оно и было. У вашей жены наблюдалась стойкая ремиссия. Я даже хотел ее отпустить домой по вашей просьбе. Наблюдать амбулаторно. Но сейчас, к сожалению, не могу. Ну, а в чем причина, в силу этого? Депрессивное состояние очень коварное. Порой кажется, что пациент вернулся к прежней жизни, но потом выясняется, что болезнь обострилась. То есть вы не досмотрели, что с пациенткой что-то не так? Дмитрий Александрович, я повторяю, депрессивное состояние малопредсказуемое. Их появление не сопровождается повышением температуры или давления. Мы провели все необходимые анализы, чтобы разобраться с причиной рецидива. У Лены вообще есть шанс на полное выздоровление? Что касается вашей жены, я думаю, она справится. Я помогу. Я уже корректирую курс лечения, назначаю новые препараты. И он мне спокойно заявляет, что продержит Лену в больнице еще две недели. Угомонись, а? Чем намного будет помочь твои имитания? Мама, нам грозит выплата колоссальной неустойки по проекту, который обещал солидную прибыль. Ни ты, ни я его закончить не сможем. Это мужик пришел с рынка, варек ему соорудить. У этого человека куча лишних денег. И он ломает голову, куда их деть. Оригинальное у тебя представление о меценатстве. Вот я уверена, что князь Лорнеса четко знает, как распорядиться своим состоянием. И, кстати, строительство галереи во Флоренции – это очень выгодное вложение капитала. Да это понятно. Вот заключать контракт с князем, не дождавшись в выписке, Елена была ошибкой. Я очень жалею, что я поддалась на твои уговоры. Мама, Лена уже практически вернулась к работе. Никто не знал, что он захочет изменить проект целого галерейного комплекса. И что Лене опять станет хуже. Два года мы обхаживали этого князя. Два года. Так, проект надо закончить. А что бы ты ни стала, князь подождет. Подождет. Глент. Не ешь совсем ничего, что-то испортилось. Можно выпрошу? Попей с очком. Сок от витамина. А витамина это здорово. Лен, ну попей. Молодец, девочка. Смотришь, если бы ты знал, как я устал от всего этого. Но ей не стало хуже. За это на работе проблем куча. И что, никто-никто на свете не может тебе помочь? Может. Моя жена, но она в больнице. Замутый круг какой-то. Я уверена, ты найдешь выход. Что-то придумаешь. Спасибо тебе, котенок. Что бы я без тебя делал? Филил бы один. Пил бы. Смотрел бы в темноту. Но я теперь всегда рядом. Что бы ни случилось. Я тебя очень люблю. Привет, мам. Не трогай меня. Мам, ты чего? Не трогай меня. Это ты виноват. Ты виноват. Что ты делал? Это ты виноват. Это ты виноват. Лена, ты что? Лена! Зачем ты виноват? Лена! Успокойся. Лена! Ты не надевал ее. Братья, позовите. Ты не надевал ее. Саша, беги за врачом. Это тебя убегла моя девочка. Из-за него умерла моя Маша. Зачем он это сделал? Дима, зачем? Игорь, не томи ее. Есть какой-то результат у дочки? Ну, хоть какой-то? Не суетись, Андрюха. Я должен знать правду. Любую. Да не нагнетай ты. Похоже, нам удалось переломить ситуацию. В смысле, в какую сторону? Стали заметны некоторые признаки ремиссии. И что это значит? Машка начинает выкарабкиваться. Энцефалограммы это четко показали. Спасибо, Игорь. Да мне-то за что. Я наблюдаю, даю советы иногда. Вам реально повезло с детским невропатологом. Очень толковая барышня. Да, я уже покаялся перед ней за первоначальное недоверие. Первоначальное недоверие, так и сказал. Ну, ты даешь. Вы с мамой большие молодцы. Столько усилий и бессонных ночей. Теперь самое главное не останавливаться и следовать предписаниям. Моим и невропатологам. Да вы разве позволите не выполнять? Игорь Леонидович, москвитин ожидает смотровой. Вы же сами назначали. Иду. Так, мне пора. Кланяйся маме, она у тебя чудо, как всегда. Передавай, скоро заедут в дорожки. Машу не целуй от меня. Передам. Давай. Спасибо, Игорь. Я сказала, выйдите отсюда! Выдите отсюда! Это лекарства! Это лекарства! Выдите отсюда! Выдите отсюда! Я позову врача! Не надо, стойте! Пусти меня! Пусти меня! Пусти меня! Пусти меня! Пусти меня! Пусти меня! Давай, давай, давай! Тихо, тихо! Тихо, тихо! Тихо, тихо! Тихо, тихо! Тихо, тихо! Тихо, тихо! Вот такая вот трагическая история из жизни. С физическими травмами Елена справилась, от душевных сам видел. Значит, ее ребенок не выжил. Нет. А ты что, ее знаешь? Я ее вспомнил. Я ведь был очевидцем той аварии. Я еще тогда пообещал ей, что все у нее будет хорошо. Игорь, и что теперь делать? Это ведь может повториться. Нет, не волнуйся. Я переведу ее в закрытое крыло. Она там без присмотра шагу ступить не сможет. Доброе утро, Лена. Игорь Леонидович, здравствуйте. Как ваше самочувствие? Хорошо, спасибо. Прекрасно. Я очень рад. Игорь Леонидович. Да. Отпустите меня, пожалуйста, домой уже. Лен, я не могу так просто. Это сложная процедура. Нужно здесь… Игорь Леонидович, я не могу здесь больше находиться. Я вас очень прошу. Хорошо, я подумаю. Дмитрий Александрович, сейчас вашей жене намного лучше, агрессии больше нет. Скорее всего, она была вызвана от невосприимчивости ее организма к одному из новых препаратов. Я его уже исключил, заменил другим. Сейчас Елена вполне адекватна. Правда, некоторые реакции могут быть немного заторможены. Это тоже со временем пройдет. Ну, а дальше любовь и забота семьи завершит выздоровление. Лена вернется к прежней жизни? Я очень на это надеюсь. Сейчас не готов прогнозировать что-либо. Мы подождем, понаблюдаем. Вы же, в свою очередь, не забывайте о том, что у нее очень лоббильная психика. Любой стресс может спровоцировать кризис. Так что, в случае чего, сразу звоните мне. И еще, будьте, пожалуйста, внимательны к жене. Не оставляйте надолго ее одну. Суицидальные мысли могут возвращаться. Так может, тогда не стоит сейчас забирать ее домой? Стоит? Так будет гораздо лучше. Намного лучше. Ну, что это за пожар такой, который по телефону потушить нельзя? Ну, что горит? Я беременна. Послушай подругу, у меня гинеколог хороший есть. Дорогой, правда, но зато аборт делает на раз-два. Без последствий в будущем. Юлька, ты что? Какой апорт? Я беременна от Димы. Это мой шанс. Леночка. Как я рада. Наконец-то ты дома. Мы тебя заждались. Спасибо. Как ты думаешь, она в состоянии будет заняться испанским проектом? А где Сашка? Только что вернулся с тренировки, сейчас выйдет. А вот он. Сашка, сыночек. Саш. Не надо. Сынок, ты чего? Ну, что мы стоим? Идемте в дом? Да. Все хорошо. Все образуется. Лен. Ну, послушай, ну, Сашка просто твойка. Не переживай, все наладится. Ты теперь дома. Все будет хорошо. Слышишь? Может, ты поспишь? Тебе нужен отдых. Я… Я на время перееду в гостевую комнату. Ну… Врачи говорят, что тебе нужен отдых. Чтобы ты была в полном спокойствии. Я пойду. 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 ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Саша, ну что такое? Я тебе неприятно? Саша, ты знаешь, как я люблю тебя? Любишь? Конечно. Ты сомневаешься? Мне очень больно видеть, как ты шарахаешься от меня, как чумной. Почему? Тебе больно? А мне не больно? Хватит врать, что ты меня любишь! Ты меня ненавидишь! Господи, что ты говоришь такое, сынок? Да то, что ты считаешь, что я виноват в смерти Маши! А я ждал ее! Я радовался, когда ее спасли после аварии! Я ей собирал деньги на лечение, а ты набросилась на меня, как будто сумасшедшая! Что ты такое говоришь? Это же не так! Что ты такое говоришь? Этого же не было с ним! Что он говорит? Я ничего понять не могу! Тише, 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 тише! Как накинулась? Лена, я про… Лена, Лена, успокойся, успокойся. Что ты наделал? Отойдите вы! Что происходит? Лена, Лена, успокойся. Я прошу тебя, ну… Сейчас, подожди… Игорь Леонидович, да, это, это Дмитрий Секоловский. Лене плохо, вы не могли бы приехать срочно. Игорь Леонидович, ну, как она? Я же просил, всячески избегать стрессовых ситуаций. Сейчас приступ удалось купировать, но в дальнейшем следует соблюдать режим полного покоя. Иначе Елену снова придется класть в больницу. Что? Чем это закончится, сказать трудно. Понимаете, у нас сын подросток со всеми проблемами переходного возраста. Но я попробую с ним поговорить так, чтобы он все понял. Что меня опять в больницу увозят? Нет, 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 нет. Пожалуйста, не надо. Я просто приехал вас проведать. Я не буду мешать. Скажите, доктор, я уже не стану прежней, да? Ну что вы, все обязательно наладится. Сейчас важно проявить терпение, думать только о хорошем и не выяснять ни с кем отношения, тем более собственным сыном. И я не выясняла с Сашей отношения. Он, он просто меня боится и стыдится. Я не понимаю, что мне с этим делать. У меня есть друг Андрей. Мы с ним дружим еще со школы. У него тяжело больна дочь. Родилась сильная патология. И все врачи, как один, твердили, что надеяться не на что. Ну, Андрей был уверен, что его малышка однажды поправится. Он никогда не говорил, если. Только когда поправится. И что же? Ну, если честно, поначалу я тоже думал, что девочка безнадежна. Но Андрей заразил меня своей уверенностью. И представляете, совсем недавно Маша пошла на поправку. Маша. Медленно, но пошла. Какое хорошее имя, Маша. Ну, вот, вы уже и улыбаетесь. Это значит, что лед тронулся. Теперь самое важное — запастись терпением и строго выполнять мои предписания. Договорились? Да, я постараюсь. Вот, у нас праздник. Я ужасно голодный. У меня для тебя сюрприз. Надеюсь, приятный? Конечно. Ну? У нас будет ребенок. Что мы будем делать? В смысле? Ну, аборт. Какой аборт? Хорошо, я скажу по-другому, сколько стоит аборт в хорошей клинике. Даже не думай. Я никакой аборт делать не буду. Маня, сейчас о ребенке не может быть и речи. Это вы чему? Тебе нужно объяснить. Ты сама все прекрасно понимаешь. Ты боишься, что жена узнает? Перестанет на тебя работать? Что ты несешь? А что? Не боишься, что без Леночки твоя архитектурная компашка накроется медным тазом? Я давно поняла, что тебе с нее ноль. Без палочки. Ты дура. Хорошо. Правда? Лен, а ты последнее время совсем не рисуешь. Почему? Не хочется. А чего бы тебе вообще хотелось? Мне бы хотелось, чтоб была рядом моя Маша. Вы не знаете, где Дима? Когда он вернется? Почему он все время пропадает? Ну, в бюро задерживаться. На работы очень много. Да. Да. Сейчас заказы просто косяком пошли. И нам не хватает твоей умной головки. Я Диме запретила, чтоб он тебя беспокоил рабочими вопросами. Ты сейчас поедешь, отдохнешь в санаторий. Приедешь веселенько. Ну, а потом можно будет подумать о маленькой доченьке или сыночке. Нельзя будет подумать о маленькой доченьке или сыночке. У меня больше не может быть детей. Прием, у меня никого нет. А я пришла по важному телу. А здороваться вас не научили, да? Здрасте. Наталья Олеговна. Он с вами не знакомый. Я пришла исправить эту ошибку. Я вас слушаю. Но постарайтесь уложиться в пять минут. У меня важность совещаний. Я успею. Я беременна от вашего сына. Хочу выйти за него замуж. Ну, это ж вряд ли. Но если вы настолько беспринципные, что влезли в постель к жнатому мужчине, это же вовсе не значит, что… Стоп-стоп-стоп. Не вам говорить мне о беспринципности, Наталья Олеговна. Я вас не понимаю. Впрочем, понимать не хочу. Если вы сейчас не выйдете, я вызыву охрану. Я не подумаю. Не в ваших интересах устраивает шумиху. Давайте лучше поговорим о вашей знакомой. Плохом враче, неонатологе. Али Савицкой. Я о вашем очень интересном разговоре с ней. Добрый вечер. Саша, подойди. Это будет долго продолжаться? Что это? Ты пропадаешь из зали до поздней ночи. Она спит? Ты как вообще разговариваешь? Не она, а мама. Не кричи, твоя жена спит. Так, не будем устраивать разборки. Мама через три дня поедет в санаторий. У тебя будет месяц подумать над своим поведением. Да? Спокойной ночи. Спокойной. Мама, у тебя что-то случилось? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, это все прошло. Понимаешь? Лена, больна. Она всех нас. Прежде всего, она тебя. Это депрессивная волна. Саша. Саша, боимся её. Даже потеряла какую-то женскую привлекательность. Дима, Типин да с Леной. Что? Ну, говори, развестись. Ты недавно упрекала меня в мелких интрижках, а сейчас ты мне говоришь о разводнись. Да. Тебе надо развестись с Леной и жениться на Марине. Ты в своём уме. Вообще, подумай, как наше бюро будет существовать без ленинных идей. Жизнь — это не только работа. Это все философия. Да, в жизни много красивых женщин, но это не повод для развода. Все. Лена, зачем чемодан? В поисках только через три дня. А я решила вещи перебрать. Может, придётся что-то постирать. Ты не представляешь, как я рад, что ты дома, что мы все вместе, что... Ты возвращаешься к нормальной жизни. Дима, нам пора. Да, мам, щас уйду. Ну что, дай вечер. Мы принимаем ваши условия в третью через месяц. Дай вечер. Кто это был? Солидная компания из Арабских Эмиратов. Они хотят нам заказать проект туристического комплекса. Им очень понравился испанский проект, они хотят подобное. Прямо сказали — в фантазиях себя не ограничивать, о финансах не думать. Так, ну что мы будем делать? Лена совсем не в форме. Сынок, я думаю, что тебе стоит поехать в санаторий вместе с женой. На несколько дней, да? Нужно окружить заботой, любовью, вниманием. Нужно устроить нечто подобное второго медового месяца. Тебе надо будет вдохновить Лену на работу. Мама, ты вчера с пеной у рта доказывала, что я должен жениться на Марине, а сегодня ты мне говоришь, что я должен устроить второй медовый месяц с Леной. Ты уж определись как-нибудь. Ты, во-первых, успокойся. И давай будем последовательными. Сейчас для нас в приоритете дела нашего архитектурного бюро. Да ты что? Неужели? Твой сарказм неуместен. Ну, услышь меня. Как только Лена поможет нам с арабским проектом, мы можем заняться разводом. У нас будет время, деньги. И мы можем спокойно, без спешки найти какого-нибудь талантливого молодого архитектора, который будет предлагать и денег у Желены. Вот надо было об этом раньше подумать. Надо было. Здравствуйте, сынок. Привет. Я... Я хочу с тобой поговорить. Димит, да, я сейчас выхожу. Прости, мама, у меня тренировка была не могла. Саша, это очень важно. Саша, я тебя прошу, пожалуйста. Саша! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. Я выхожу. Привет. Привет. Лена у тебя? Пойду скажу, что я поеду с ней. Подожди. Лены нет. А где она? Не знаю. Чемодана нет. Билета на самолет тоже нет. Как нет? Вот так вот. Подожди, я сейчас позвоню. Она вне зоны доступа. Привет, пап. Это ты опять что-то маме наговорил? И ничего ей не говорил. Утром все было нормально. А что случилось? Дима! Дима, я тут записку на старой накоплю нашла. Дмитрию, я подаю на развод в Карлово-Увары. Может, ехать со своей Мариной. Надеюсь, вашему ребенку это пойдет на пользу. Саша, я потом сама все объясню. А какая Марина? И о каком ребенке идет речь? Иди в свою комнату. Ты опять влезла? Не смей говориться, но в таком тоне. Прости! Прощаю. Я Лене ничего не говорила. Ну вот, проходи. Ну как, устраивает? Я спрашиваю, жилье устраивает? Да, да. Теперь главное, чтоб меня устраивало в плане работы. Жилье муниципальное. Работаешь, прекрасно живи. Не работаешь, до свидос. Вот ключи. Старайся. Летенька, ты? Ты вообще понимаешь, что ты надела? Ты разрушила не только мою семью, но и наше бюро. Я ничего не понимаю, что случилось. Врешь. Ты все прекрасно понимаешь. Зачем ты рассказала Лене о наших отношениях? Сначала ты пришла к моей матери, потом к Жене. Может, ты еще с сыном моим поговоришь? Если надо будет, поговорю. У меня тоже сын будет или дочь. И будущее его волнует меня больше всего. Тогда чего ты хотела от моей жены? Да я не видела никогда твою жену. И ничего я не рассказывала. Что я рассказала? Только не говори, что это моя мама. А ты маме веришь больше, чем мне? Да, потому что она моя мать, а ты… А я кто? Хватит, хватит. Петенька, больно. Что-то не так. Ой, эти машины далеко. Хватит. Ой, не дойду. Больно. Алло, скорая? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Игорь Негода! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Надо Ленку искать, уговаривать ее вернуться А зачем? Это был ее выбор Мы для Лены сделали все, что могли Мы нянчили с ней, мы ее лечили Мы окружили ее заботой и вниманием А она оказалась просто неблагодарной дренью Показала свою истинную сущность А если она с собой что-нибудь сделает? Или уже сделала? Врач предупреждал о повторной попытке суицида Ну так позвони врачу и посоветуйся Так что Андрюха, эта японская методика Она даже не экспериментальная По ней такие, где-то как Машуля уже два года лечат Сейчас ко мне зайдем, я тебе все подробно расскажу Ты думаешь, что я что-нибудь пойму? Я все-таки больше по финансам Ну это ты кокетничаешь, ты многим детским врачам фору дашь И потом лучше мамы, ну в нашем случае папы своего ребенка Никто не знает И вообще я тобой горжусь, дружище Игорь, давай без этих пафосных речи Давай, ты большой молодец Твоя дочурка на зло выдадим Всем карабкается и выкарабкается Я уверен Тут взрослые порой не выдерживают, ломаются Вот, помнишь ту женщину, которую ты с окна снял? Конечно помню, когда ты на Плохо, я ее выписал и, если честно, сделал ошибку Ну вы нормальные люди вообще, а! Я же утром все убрала, совести у вас нет Смотри, какая совестлива Пришла, рулили и все Как бы мы без тебя жили Картон только не трогай Ага, сейчас, собирать буду вам картон Иди к нам, серьезно, присаживайся Ага, сейчас Не, ну ты же посмотри, у нас и выпить есть И закусить Да и вообще тебе понравится Давай знакомиться Руки убрал Спокойно, э Гады, я сейчас Я сейчас к участковому пойду Я вам устрою О, да чумазая Ты на себя посмотри Королева муцарных славок Давай, наливай пока Скорее всего, этот Дмитрий Соколовский сам виноват в том, что Лена ушла из дома С чего ты взял Ну, во-первых, он убеждал меня не обращаться в полицию Во-вторых, Лена очень ориентирована на семью И раз уж она ушла, то только потому, что ее окончательно допекли А учитывая ее состояние при выписке Я переживаю, как бы она с собой ничего не сделала Так зачем ты ее выписал, если понимал, что она в плохом состоянии? Ну, она хотела этого очень Я рассчитывал на домашний уют, на сына, на мужа По всей видимости, напрасно Ладно, давай сделаем так Я попрошу ребят из службы безопасности нашего банка, чтобы они помогли найти Лену Ну да, и они все бросят и будут искать постороннего человека Там все свои, я думаю, не откажут Только нужен адрес Лены Тот, откуда она ушла, он ведь у тебя есть Ну да, конечно, есть, у меня и фотографии ее есть Андрюк, а че это ты так завелся? Какое тебе дело до этой Соколовской? Да какая-то странная, почти мистическая история Так Получается, я ее уже в третий раз должен спасать И тогда, после аварии, я пообещал Лене, что у нее все будет хорошо И она мне поверила Вот ты и дома Мариш, а ты не рано выписаться? Может, стоило еще на пару дней остаться в больнице? Да нет, Нитюш, все хорошо Хорошо Я страшно к тебе соскучилась Если тебе будет что-нибудь нужно, я тебе завтра привезу Суть по всему, мы с малышом не заслужили твоего внимания Значит, че ты взяла? Что ты привез меня сюда, а не к себе домой Оставишь одно, если мне плохо станет Марин, ты только что сказал, что с тобой все хорошо Не надо меня шантажировать, я не приведу тебя домой Митя По крайней мере, сейчас Марин, мне нужно поговорить с сыном, объяснить ему все Прости Все хорошо Я буду ждать Папа Мама от нас ушла навсегда, да? Как видишь Все из-за этой тетки твоей, из-за Мариночки? Нет Ну, ушла бы то, что ей так захотелось То, что мы ей стали не нужны Но ведь она же нас любила Раньше Если б любила, не ушла бы Все, давай закроем этот разговор Думай лучше об игре Как скажешь Нет Вот смотри Эту Елену Соколовскую нужно срочно разыскать Я проверил, в том районе, откуда Лена ушла, есть два отделения нашего банка Так, и что? У нас ведь на каждом лотом видеокамеры стоят Ты можешь мне дать видеозаписи с них? Что, все? Ну, нет конечно, только в тот день, когда Лена пропала Хорошо, называй день, какой тебя интересует, я скопирую видеозаписи Вот смотри Подожди Если у нее есть кредитная карта нашего банка, мы сможем найти ее, ну, быстрее Так, все, собираемся, грузимся в автобус В смысле? Давай, ты на воротах стоишь, давай Почему я должна просто стоять? Давайте, кто ничего не зашел Саша, сынок Чего тебе? Ну, как дела? У вас матч? Какая тебе разница? Ты меня бросила Я тебя не бросала Я ушла от твоего отца Ну, с другой, Саш, я тебе объясню Соколовский! Мы на игру опаздываем! Ты хочешь, чтобы нам техническое поражение записали? Мне надо идти, мам Ты, пожалуйста, приди ко мне, ладно? Соколовский Простите, пожалуйста Привет, Олег Привет, Андрюш Ну, как? Все видео отсмотрел уже? Смеешься только треть Ну, вот и не парься больше Нашли мы твою беглянку, рассчиталась с нашей карты в продуктовом магазине Файлы тебе уже выслал Спасибо тебе, с меня причитается Ну, так еще бы Ну, хорошо, давай, пока Ну, так Мама Мама Ну, привет Здравствуйте, а вы к кому? Я к вам. Войти можно? Ну, да Добрый день Добрый день Ну, что? Меня кто-то представит молодому человеку или я сама? Меня зовут Марина Мы с твоим папой очень любим друг друга И у тебя скоро будет братик или сестричка Какая сестричка? Значит, мама ушла из-за нее? Не из-за того, что мы ей не нужны, да? Саша Что, Саш? Пускай она уматывает отсюда Ты как разговариваешь? В этом доме я буду решать, кто будет уходить, а кому оставаться Тогда я сама иду, к маме Ты знаешь, где мама? Чего ты молчишь? Где мама? Тебя это не касается! И знаешь что? Я тебя ненавижу, предатель! Саша! Саша! Здрасьте Ничего, он успокоится и вернется Вот вид Все, все будет хорошо Блин Какая же квартира Забыл Мама! 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 Ты чего разорался? Люди спят, а ну иди отсюда Иди-иди Иди-иди Саша, на телефон. Ты как думаешь, он его забыл или специально не взял? Ну, конечно, забыл. Не надо было так резко с мальчиком. Вообще, стоило подготовить сына к встрече с Мариной. Кто знал, что она придет? Мама! Я ее просил подождать. Видишь, что получилось? Ну, да. Марина своего не упустит. По головам пойдет. Не то, что Лена. Мама, ты же совсем недавно, совсем… В общем, надо посмотреть телефон его друзей. Не знаю… Вы не волнуйтесь. Мы его обязательно найдем. Правда? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Доброе утро, любимый. Что-то хочешь на завтрак? Зачем делать вид, что все хорошо? Саша до сих пор нет. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Он вернется, вот увидишь. Он же говорил, что поедет к маме. Хорошо бы еще узнать, где эта мама. Дима. Вот, нашла. На полу Саши в комнате. По-моему, это Лена написала адрес. Дима, ты позвонишь, да? Я жду Дима. Дима, ты позвонишь? Женщина, вы подскажете? Это двенадцатый дом. Женщина. Дима. Сашка, у тебя? Нет. – Приходил? – Нет, а что случилось? Тебе стало интересно? Ты же ушла из семьи. Я из семьи не уходила, Дима, я от тебя ушла. Я не хочу это обсуждать. У нас сын пропал, надо писать заявление. Я с тобой. Нет, двор Мити, у тебя это отлично получается. Да, увольняюсь. Завтра приеду заявление писать. Ой, Юлька, у них огромный дом. Митина папа его сам проектировал, представляешь? Для всей семьи. Да нет у них, домработницы и не было никогда. Прикинь, Митина бывшая, все сама делала, готовила, убирала, в саду возилась. Да нет, не могу это, что ли? Я же беременна. Поверь, будет у меня домработница и садовник, няня для ребенка. Да. В гости? Конечно, приезжай. Когда можешь, тогда и приезжай. Здравствуйте. Мне… Мне нужен номер службы… Номер службы скорой помощи. Справочный. Да. Слушаю. Нашли? Сколько лет? Нет, это не Саша. Да, слушаю. Да, а что? Он… Он жив? О боже мой. Я пишу номер. Сейчас, не бойся, сидит с каким-нибудь другом и в стрелялки режется. Появится. Я не знаю, что я с ним сделаю. Не смей. Ты нам с отцом в детстве такие фестивали устраивал. Саша, не снилось. И никто тебя даже пальцем не тронул. А надо было. Надо было бить. Алло, здравствуйте. К вам ночью привезли мальчика. Это его мать. Что с ним? В каком он состоянии? Операция? О, господи. Я поняла. Я еду. Валик. Да, Валь. Да, я понял. Иду. Клиенты пришли. Нужно идти. Да, иди, конечно. Да. Оставлю тебе свой телефон. Если будут звонить с полиции, сразу зови меня. Дима. Все будет хорошо. Что же я наделала? Что же я наделала? Господин из приемного отделения, вы мама поступившую ночью мальчика? Да. Как он? Не очень же. Мы сделали все возможное, но были травмы, несовместимые с жизнью. Извините, но вам придется пойти в морд на опознание. Каля, давай, давай. Ну, ты знаешь что. Давай. Давайте мы вас проводим в процедурный. Уколчик сделаем. Я в порядке. Я в порядке. Пойдемте. Нам туда. Нам туда. Проходите, пожалуйста. У кого-то радость, а у кого-то горе. У кого-то радость, а у кого-то горе. Я в порядке. Как тонкий лед, граница сна. Растаял тихо мир зеркальный. Опять звучит аккорд печальный. В словах фальшивых. Пустота. Мельканье лиц, как листопад. Осенний ветер их уносит. И никого никто не спросит. Зачем посажен этот сад? Ты только верь. Ты только верь. Ждет счастье где-то. Там впереди так много света. За ночью темное утро будет. Восход вернется, день наступит. Ты только верь. Ты только верь. Пацаны, там в кабинете Дерека сейчас такое происходит. Группа в полном составе с контроля свалила. Не, математичка в обмороке валяется. А Дерек ее водой поливает. Лучше бы пивом. Слушай, я вообще не понимаю, нафиг на математика, блин. Плитку класть и стены штукатурить капец сложно. Стопудово. Ну, отойди. Давай. 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 Эй! Стой! Слышь, ты что, шпионил за мной? Ничего я не шпионил. Мобилу гони. Крутая небось? Я вам ничего не дам. Слышь, что это за кроссовочки тебе, а? Дашь примерить? А чего это тебе в рюкзаке? Да иди тебе. Слышь, давай, иди. Стой! Ну, что, вы же знаете, как шпионит, да? Гони. Помогите! Помогите! Эй, что вы там делаете? Помогите! А ну, отпустите его, придурки! А то собаку на вас надошу! Бегом, я сказала! А ну, идем! Как ты тут? А? А ну, покажем. Сидеть, сидеть. Слава Богу, живой? А ну, покажись. Потерпи, ща я позвоню. Скорую. Алло, скорая? Тут ребенка избили, хулиганы. Ага, где? Полевая, четырнадцать. Фамилия Левченко. Да, я буду рядом, да. Да. Все, ща приедут. Можно мне? А, родителям, ну, звони. Господи. Слушаю. Сашка, ты где? Я сейчас приеду. Оставайся там, я сейчас приеду. Валик. Валик, я уехал. Пошел на пятый этаж. Мастеру поздно пишите заявление, я все все вознесу. Я эти вопросы не решаю, понимаешь? Кто не решает? Олена, подожди, подожди. Где тебя носит, дорогая? Почему до сих пор не убрала, а? Соколовская! Оглуха! Я к тебе обращаюсь. Взяла метло и за работу. Быстро! Не кричите, пожалуйста. Я очень устала. Что значит не кричите-то, а? Я тебя на работу взяла. Без трудовой книжки. Я тебе жилье дала. Так, ты уволена. Слышишь меня? Уволена! И с завтрашнего дня, чтобы в моей квартире духу твоего не было. Тоже мне. Ну, подождите. Вы не видите, человек плохо. Лена, а вы меня помните? С утра напились. И весь день свободный, конечно. Да помолчите вы! Я тебе помолчу. У меня своих начальников полу, правильно? Ты мне не укажешь. Надо поспать. Нет, ну вы видели, а? Вот так пожалею, убоги. Они тебе на голову сядут. Алло, Игорь, я нашел Лену. Так, так, хорошо. Ослики там. Плохо. Ты можешь приехать? Голова не кружится? Не тошнит? Здесь не болит? Рукой может шевелить? Сашка, ты как? Кто это сделал? Да так, местные. Это вот и им спасибо. Брут классный. Всех разогнал. Я могу забрать сына домой? Можете, но я бы рекомендовал его осмотреть в условиях стационара. Мы отвезем его в больницу скорой помощи. Да, хорошо. Можешь встать? Да. Давай. Заходи. Сань, ты не волнуйся. Я за тобой поеду. Я за тобой поеду. Спасибо вам большое. Я не знаю, как вас благодарить. Возьмите мою визитку. Если вдруг понадобится помощь, вы звоните, не стесняйтесь. Я постараюсь помочь. Вы лучше сыну своему помогите. Видать, не от хорошей жизни он шастает. Где попало и с кем попало? Сань, может стоило полежать пару дней в больнице под присмотром врача? Пап, рентген сделали. Переломов, трещин нет. А голова не болит? Не тошнит? Доктор уже спрашивал. Все нормально. Ладно. Сейчас поймем домой, а то бабушка не ручит. А где эта твоя? Я прошу тебя, не начинай. Я устал, как собака. Всю ночь тебя искал. Пап, ты так и не ответил на вопрос. Где эта твоя Мариночка? У нас дома? Да, Марина у нас дома. Потому что она теперь часть нашей семьи. У нас ребенок будет. Да не надо мне ничего объяснять. Если Марина у нас дома, я домой не поеду. Отведи меня к маме. Она меня ждет. А чего ты это взял? Она мне написала. Она меня любит. Ей кроме меня никто не нужен. Сынок, послушай. Ты уже взрослый. И должен понимать, что в жизни бывают разные обстоятельства. Если ты меня не отвезешь к маме, я сам дойду. Правда, у меня есть адрес, но я не знаю квартиру. Но сейчас день, и я весь дом обойду. Ладно. Поехали. Ой, извините. Мы, наверное, ошиблись квартирой. Нам нужна Елена Соколовская. Нет, вы не ошиблись. Все правильно. Она здесь живет. Только сейчас спит. А ты, наверное, Саша? Да. Заходите. Мама будет очень рада. Говоришь, что кроме тебя никто не нужен? Саша, подожди. Давай поговорим. Ему не о чем с тобой разговаривать. Ни с тобой, ни с ней. Так и передай, когда выспится. Что за шум? Кто это был? Да, ерунда какая-то получилась. Ну, что теперь? Поехали домой. Идить есть хочу. Поехали. Лене придется опять к тебе в клинику ложиться. Нет. С чего ты взял? Ну, она в очень плохом состоянии. Это шоковое состояние, которое вызвано сильным стрессом. Она после укола будет в норме. Тут вопрос в другом, что дальше делать. Ей сейчас одно никак нельзя. Надо убедить ее вернуться домой к мужу. Нет, к мужу я не вернусь. Это невозможно. А вы, Игорь Леонидович, как здесь оказались? Андрей, мой друг, он позвонил мне. Присаживайтесь, пожалуйста. Лен, что случилось? Вы снова были на грани срыва. Саша, мой сын, он пропал. Не волнуйтесь, с ним все в порядке. Он приходил вместе с вашим мужем, вы спали. О боже, мне надо срочно к нему. Нет, нет, ни в коем случае. Подождите. Мы дома. Саша? Сашенька? Сашенька? Саша родненький мой, господи, господи. Сашенька, ну что ж это за? Ну что ты смерти моя, господи? Ну как же так можно? Что? У тебя где-то болит, да? Идем, нет, подождите, подождите. Садись, я посмотрю. Ты цел вообще, а? Где болит? Перестань, бабуль. Еще со мной хорошо. Саша, прости меня, пожалуйста, я была не права. Давай жить дружно. Давайте попробуем. Так, вы кормить-то нас будете, нет? Ну конечно. Все хорошо. Все, пошли. Пойдем. Пойдем. Пойдем договоры. Мне надо срочно к сыну. Я должна понять, что произошло. Вам сейчас прежде всего нужно отдыхать. Лен, давайте сделаем так. Сегодня вы отдыхаете, приходите в себя, а завтра я отвезу вас к сыну. Вы? Да. Кроме того, вам нужно еще заехать ко мне в больницу на осмотр. Я отвезу Лену. Мы заедем к сыну, а потом приедем в больницу. Ну хорошо, я согласна. Тогда жду вас после обеда. Но до этого времени я очень вас прошу, не выходите из дома одна. Хорошо. Ты почему еще здесь? Я что, непонятно, вчера объяснила тебе? Доброе утро. А ну, кого метайся немедленно отсюда. У тебя час всего. Иначе полицию вызову. И прекращай бухать. Последние мозги пропьешь. Пора уже Димона заменять. У, а ты че пришел, Сашило? Неужели ты думал, что тренер тебя с фингалами на поле выпустит? Тут дома облом торчать. Кстати, как вы тут? Справляетесь без меня? Ой, нашел что-то по Месси. Да. Я не Месси. Я Соколовский. Ладно, пацаны. На следующей тренировке буду. Давай, пакеда. Пока. Саша, сынок, что случилось? Отстань. Это я хочу тебя спросить. Что случилось? Почему у нас сейчас все кувырком? У нас была нормальная семья. Почему сейчас все не так? Почему в нашем доме сейчас вместо тебя это Марина? Почему в твоей квартире какой-то дурацкий мужик? Саша, это мой доктор Игорь Леонидович. Доктор, говоришь? Не ври. Я знаю твоего доктора. Там был другой. Значит, это его друг. Друг, говоришь? Оба с лицом предатели. Саша, я тебя не предавала. Слышишь меня? Мне, кроме тебя, никто не нужен. Саша. А как же друг Игоря Леонидовича? Тебе тоже не нужен, да? Вот и иди к нему. Саша! До свидос. Саша! Да, Андрей. Нет, я не дома. Извините. Вы не могли бы меня забрать со стадиона «Восток», пожалуйста? Ну, и пришлось собрать вещи, съехать. Квартира же служебная. Ну, ничего. Я говорила с сантехником из соседнего дома. Он сказал, что поможет мне устроиться в магазин уборщицы. Там есть пособное помещение, кладовка. Я смогу там ночевать, а потом сниму квартиру. Так что все в порядке. У меня только просьба к вам, Игорь Леонидович. Вы, пожалуйста, выпишите мне какое-нибудь лекарство, чтобы у меня нервы в порядке были, потому что меня из уборщиц выгонят. Лена, я вас умоляю, давайте без вот этих уборщиц, пособок, пожалуйста. Ну, не в вашем состоянии. Вы за последнее время дважды были на грани срывы. Ну, вы понимаете это. Спасибо Андрею. Нашел вас. Он, между прочим, всю службу безопасности банка на ноги поднял. Игорь Леонидович, в седьмую палату тяжелый поступил. Вас ждут. Иду. Я быстро. Андрей, вы простите, мне просто неловко. Я не понимаю, зачем вам это нужно? Ну, так сразу не объяснишь. Почему? Потому что почти год назад, помогая одной молодой женщине прийти в себя после серьезной аварии, я пообещал, что все будет хорошо. Главное… Верить это были вы. Это невероятно. И я после аварии, когда в коме лежала, я все время слышала ваш голос. И… И он говорил мне, что надо верить и надо возвращаться. И, наверное, благодаря… Благодаря вам я вернулась. Я рад, что это так. Вы же… Это же вы, Андрей, друг Игоря Леонидовича, он мне о вас рассказывал. У вас еще маленькая дочка, и вы с ней победили страшную болезнь. Угу. Угу. Почти победили. Но очень стремимся к этому. Класс! Какая вода теплая. Юль, хочешь искупаться? О, нет. Спасибо. Я не сегодня. Я, может, как-то в другой раз. О! Круто. А где обещанная прислуга? Ты, помнится, собиралась обзавестись, как только. Ну, не переживай. Все у меня будет. Нужно подождать. Как тебе? Мои владения? Если честно, я в ауте. Я такое только в сериалах видела. Ой, Юлька, мне кажется, что я живу в сериале. А ты уверена в хэппи-энде? Ты о чем? Тебе Дмитрий предложение сделал? Не сделал. Сделает, как только разведется. А почему такая уверенность? Его мама на моей стороне. А он к ней очень прислушивается. Спасибо тебе, Юлька. Если б ты тогда не послушал разговор мамаши с Авицкой, все бы могло по-другому сложиться. Спасибо, на хлеб не намажешь? Ты о чем? О двадцати тысячах евро. Каких? Двадцати тысячах. Ну, которые ты заплатишь мне за то, что Соколовский никогда не узнает, что похоронил чужого ребенка. Ты с ума сошла? Я тут при чем? Это его мама. Ну, ты же знала правду. Интересно, как отреагирует Дмитрий на то, что ты скрыла от него такую правду? Юль! Да что? Да мы же дружим с первого курса, не в института. Да. Только у тебя теперь хоромы, жених богатый, клизмы, уколы, все в прошлом. А у меня что? Квартира съемная, зарплата копеечная. Это как-то несправедливо по отношению к тому человеку, которому ты всем этим обязана. Правда? Хорошо. Я заплачу тебе за помощь. Только Дмитрий женится на мне, подарит какие-то украшения, я их продам. Месяц. Деньги отдашь через месяц. Иначе Дмитрий все узнает. Иначе. Бай-бай, подружка. Красивущая и такая серьезная. У меня Сашка в ее возрасте или рыдал, или хохотал. Да, это последствия болезни. Я ее еще ни разу не видел улыбающейся. Лен, я тут подумал, давайте я положу вас к нам в больницу еще на несколько дней. Пожалуйста. Ну какая пособка? Какой магазин? Ну пожалуйста, умоляю. Здесь вы и подлечитесь, и отдохнете. Если вы считаете, что это будет лучше… Считаю. У меня есть другое предложение. Да. Лена, приглашаю вас пожить в деревне у моей мамы. Моя комната в вашем распоряжении. Я сейчас живу в городе, в Сосновку приезжаю к своим только на выходные. Нет, Андрей, спасибо, но это исключено. А что, мне идея нравится. Не волнуйтесь, Любовь Ивановна, мама Андрюша замечательная. Поверьте. Да я не об этом. Я верю. Я о другом. Я не могу сидеть ни у кого на шее. Тем более, в деревне я вряд ли найду работу. Вы считаете, что уже нашли? Поедете няне к моей Машеньке. Маме нужна помощь. Детей, как я вижу, вы любите. Соглашайтесь, вам сейчас нужна реальная перезагрузка. Сосновка подойдет. Я не знаю. Да то я знаю. Поедемте. Мам, посмотри, я тут набросал несколько эскизов. Наконец-то. На. Ну, ты же знаешь, что сроки Кунтурса, они минимальны. И до чего не спешат. Им землю выделили под жилой комплекс. Чим? Я понимаю, что ты просто скомпилировал старые проекты Ильяны? Причем не самым лучшим образом. С каких пор, Наталья Яговина, вы стали крутым экспертом в архитектуре? С тех самых пор, как вышла замуж за твоего отца. Одного из лучших архитекторов страны. Хотел укусить меня, не получилось. Кстати, твой отец очень ценил мое мнение. Я его тоже ценю, но ты могла подойти к моим работам не так критично. Я повторюсь, я тебя люблю. Но я обязана быть объективной. Лена, Лена, как нам нужна твоя светлая голова? Вот как ты заговорила. А кто настаивал на моем разводе? Подожди, Дим. Что? Ну вот, возьми Валерий Корзунов, ученик твоего отца. Ты позвони ему, да интересуй. Может быть, он просто какую-то идею для конкурса. Проходите, не стесняйтесь. Мама! Я здесь! Ой, здравствуй, сынок! Здравствуйте. Добрый день. Привет, солнышко. Привет, мама. Знакомьтесь. Это Лена, она архитектор. Моя мама Любовь Ивановна, учитель химии и биологии. В отставке. На пенсии. Очень приятно. Мне тоже. Малышка. Мама, кстати, бывший классный руководитель вашего лечащего врача, Игоря Ленинча. Масана, пойдем знакомиться. Пойдем. Иди сюда. Иди, мой хороший. Это Лена. Можно возьму? Ну, здравствуй, Маша. Маша. А кукку. А кукку. Таааа. А кукку. Сейчас ест ли оlene. Да. Мамена, умений. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Это же, это коттеджный поселок. Андрей, вы не представляете, я когда-то просто мечтала заняться таким проектом. И сделать его не просто современным, стильным, а ну очень комфортным. Простым, но при этом продуманным до мелочей. Так может быть, вам стоит принять участие? Нет. Это невозможно. Вы не представляете, что, что вы мне предлагаете. Я не могу конкурировать с крупным бюро и потому, что архитектура требует внутренней гармонии. А у меня, у меня с этим проблемы с некоторых пор. Лена, послушайте, вы не правы. Ведь если чего-то очень сильно захотеть и поверить в это так, а если, как будто иного варианта нет, то это обязательно сбудется. Мне ведь тоже говорили, что Маша никогда не станет здоровым ребенком. Не нужно заниматься самообманом, что лучше врачи не в состоянии ничего сделать. А ты в одиночку хочешь победить болезнь. Людь, я ее, кажется, победил. Ну что? Как прошла твоя встреча с Корзином? Он готов нам помочь? Готов. Причем с большим удовольствием. За двадцать пять тысяч евро. Во как! Люди меняются. А ведь только благодаря твоему отцу он стал тем, кем есть сейчас этот Валерка. Ну да ладно. Если выиграем датский конкурс, деньги вернутся в пятикратном размере. Ты номер че-то у него взял? Нет. Он хочет наличными. Дим, подожди. Что? Ты сына совсем забросил. Мальчик где-то пропадает целыми днями. Я боюсь, что он связался с дурной компанией. Ну поговори с ним. Пыталась. Отказывается. Наотрез. Мам, не накручивай ни меня, ни себя. Сашка целыми днями пропадает на тренировке. С друзьями гуляет лето. Услышь меня. Он реже старается быть дома. Из-за Марины. Не говори ерунды. Марины. Очень красиво. Спасибо. Значит, вы все-таки решили принять участие в конкурсе? Мне просто стало очень стыдно перед вами и перед Машей. Вы такие герои, а я тут со своими пафосными речами о гармонии и все такое. Меньше всего мне хотелось вызвать у вас такие чувства и эмоции. Но я рад результату. И желаю вам победить. Дальчане своим конкурсом такой переполох среди архитекторов устроили. Впервые вижу. Потому что впервые будет строиться, по сути, мини-город со своей инфраструктурой. И компания, которая выиграет конкурс, будет обеспечена солидным финансированием на долгое время. Я надеюсь, твой курсунов стоит 25 тысяч евро. Мариш, ты как? Тош, мне это все время. Ну иди посиди с нами. Давай ты выпьешь ромашкового чая. Мне помогало, когда я Дима беременна была. Так. Так, это мой? Курзунов. Да, Валерий Павлович, добрый вечер. Уже? Слушайте, вы просто гений. Проект готов. Соли завтра на ужин. Может, удастся уговорить его снизить цену. Совершенно. Да, да, Валерий Павлович, да, да, я вас понял. Слушайте, мне вот здесь мама говорит, что передает вам привет и приглашает завтра на ужин. Заодно и деньги сможете забрать. Можете? Отлично. Тогда мы вас ждем. Все-все, доброго. Мам, вторая тарелка уже. Может, хватит уже? Этот вопрос ты мне задаешь с самого детства. Сначала ходишь за мной, просяшь, чтоб я испекла торт с орешками. А когда тело доходит до чистки, может, хватит уже? Кстати, я не поняла, какой праздник у нас намечается? Лена что, уже победила в конкурсе? Пока нет. Но завтра комиссия объявит, кто вышел в финал. Мой. Ты так уверен в положительном результате завтра, что сегодня я уже должна печь торт. Да, мам, Лена очень талантливая. И она прямо засияла работой над этим проектом. Как же я был прав, что привез ее сюда. Согласна, сынок. Ты знаешь, с тех пор, как Лена появилась в нашем доме, и малышка чувствует себя намного лучше, улыбается, даже вставает, пробует. А сегодня мне показалось, что Машенька Лене мама сказала. Может, это неспроста? Может быть. Любовь Ивановна, торт потрясающий. Я ничего вкуснее не ела. Правда? Спасибо. Андрюша этот торт очень любит. Но пеку его только по особенно торжественным случаям. Вот как сегодня, например. Нет. Сегодня еще не торжественный случай. Я еще не победила. И вообще там в финале такие конкуренты. Лена, не скромничайте. Вы там единственная, кто не представляет крупный архитектурный мир. Так что есть чем гордиться и что праздновать. Ладно. Я, наверное, пойду уложу в машину. Мне уже спать пора. Я сама. Точно? Да. Это все-таки, как-никак, твой праздник. Пойдем. Машенька, идем ко мне, моя девочка. Ты моя разлюбочка. Скажи пока. Пока. Пойдем, моя девочка золотая. Лен, я… Есть кто живой? У-ху. Привет, Андрюш. А я вначале поехала в нашу городскую квартиру. Звонила, звонила в дверь, а там никто не открывает. А потом решила прыгнуть в машину и рвануть сюда. Нам нужно с тобой поговорить наедине. Я пойду к машинке, прошу? Хорошо. Давай поговорим. Андрюша, не прости меня, пожалуйста. Я тебя очень сильно люблю. Я просто была какой-то безмозглой дурой. Я думала, я могу без тебя, а у меня не получается. Слышишь? Я тебя очень сильно люблю, Андрюша. Ксюша, прекрати. Прекрати этот разговор. Я не понимаю почему. Ты сделала свой опыт. Оставила меня и дочку. Причем в тот самый момент, когда я и Маша очень нуждались в тебе, ты просто сбежала. Да, я сбежала. Я иначе просто сошла бы с ума. Ты сам слышала, что врачи сказали. Ребенок обречу. Ребенок? Не дочка, а какой-то абстрактный ребенок. Ты извини, я оговорилась. Знаешь, у меня твои врачи ошиблись. Правда? Маша уже идет на поправку и даже, можно сказать, слово «мама». Только не тебе. А кому? Вот этой вот, да? Которая только что тебя сидела и пожрала здесь глазами? Уходи. И больше никогда сюда не приезжай. Тебя больше нет в нашей с Машей жизни. Да. Ты еще пожалеешь, Андрюша. Да, конечно, Валерий Павлович, я все понимаю. Ну, жаль, конечно, мама столько вкусностей не готовила. Ну, съедим, конечно. Да, до завтра. Ну, я так понимаю, он не придет. Нет, ты сказал, машину сломалась, ждет авакуатор. Или урет. Да нет. К чему это, Игорь? Если он решил денег заработать. Ну, что теперь? Обещал завтра утром в бюро прийти. Пойду, воздухом подышу. Привет. Есть охота? Ну, так садись. А это мне на мороженое, да? Нет, это не тебе. Так, ладно, давайте, давайте ужин. Давайте, зови Марину. Уснула? Да. Я Андрей, я надеюсь, вы помните, послезавтра в десять у вас плановый осмотр у доктора. Да, конечно, помню. Только это будет послезавтра. Да. А сегодня я должна сказать вам спасибо. Вам и Маше, вы мне очень помогли. Вот так. Интересное начало. Это не начало, это конец, мне пора. Что значит конец? Лена, что случилось? У вас красивая жена, и она вас любит. Ясно. Ну, во-первых, она моя бывшая жена. А во-вторых, чего вы решили, что она меня любит? Окно было открыто, я слышала. Ну, а если вы все слышали, почему тогда уходите? Потому что Машеньке нужна мама. Родная мама, и она у нее есть. Неважно, почему она ушла, важно, что она хочет вернуться к вам обоим. Мне пора. Правда? Подождите. Пожалуйста, пусти меня. Нет, 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 не пущу, не пущу. Никуда и никогда. Есть ты, есть твоя жена и ваша дочь. Не говорите глупости, пожалуйста. Выслушай меня. Моя бывшая жена предала нас с дочкой в самый трудный момент. Я вычеркнул ее из нашей с Машей жизни. И не только потому, что она сбежала. А потому, что появилась ты. И я тебя люблю. Очень люблю. Доброе утро. Доброе. Саша, сядь позавтракай. Ты не голодна? Я на тренировку. Я провожу тебя. Ты доел? Да, спасибо. Дима, деньги для кожаного у тебя? У шкафов в гостинице. У них там нет. Ну, мам, еще раз посмотри. Ну, пойдем, посмотрим вместе. Если я их сейчас увижу… Мам, открывай… И что? Дожди. Ты подумай, а может быть ты куда-нибудь переложил? Мам, у меня в головы пока все в порядке. Я никуда не перекладывал. А что случилось? Да деньги для Курзова пропали. Ну, как пропали? В доме же никого кроме нас не было. Хотя… Что? Да нет. Говори. Да Саша ночью вставала, я слышу. Дима! 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 Дима, ты не горячись, ладно? О, я в женскую консультацию. Дима, надо Сашу дождаться. Он, наверное, все объяснит. Вдруг беда случилась. Какая беда, мама? Хватит его выгораживать все время! Дима! Дима, подожди! Дима! Принесла? Держи. Все верно. Вот расписка. Спасибо. Лицо попроще сделай. Ты ничем не лучше меня. Счастливо, подруга. Не хочу тебя больше не видеть, не слышать. А что здесь вообще произошло? Торнадо, землетрясение. Тебе смешно? Да не особо. Тут убирать полдня, я вообще играть хочу. Вот эти вот деньги были в твоем рюкзаке. Где деньги? Где деньги? Вот эти деньги. Я вообще не понимаю, о чем ты. Понимаешь, я тебе сейчас объясню. Дело в том, что мой сын вор. Как они и оказались здесь? Где оставшиеся двадцать тысяч? Да я их не брал! Я не знаю вообще, о чем это! Ты ворешь знаешь! Да не вру я! Я ж не ты! Телефон сюда быстро. Быстро телефон! Телефон! Пока не скажешь, где оставшиеся двадцать тысяч, ни с ком ты не выйдешь, понял? Так странно. Что? Я думала, что люблю Дмитрия. Думала, что это навсегда. Когда родился Сашка, мне казалось, что все в моей жизни уже состоялось. И это была совсем не любовь. На что? Не знаю. Что угодно. Какая-то гордость за то, что самый крутой парень на курсе выбрал меня. Или благодарность его отцу за то, что меня поддержал. Или просто безумное желание во что бы то ни стало иметь семью. На что угодно, только не любовь. А теперь я это точно знаю. Откуда? От верблюда. Я люблю тебя. И мне страшно подумать, что… что не могли не встретиться. От судьбы не убежишь. Она нас три раза уже сводила и… Пока мы бестолковые не поняли это… Корзунов решил продать проект другому бюро. Как? А ты что, с ним не договорилась? Нет. Ее стоило только заикнуться, что мы можем отдать деньги завтра. И он заявил, что мы вводим его за нос. Он психанул и бросил трубку. Неблагодарная свинья. А зачем он так поступил? Потому что он заелся. Он забыл, кто его в люди вывел. Я не о корзуну не мам, я о Сашке. В нашем доме вор. Дим, ну почему мы вдруг решили, что это сделал именно Саша? А кто? Часть денег мы нашли в его рюкзаке. А вдруг деньги подбросили? Мама, кроме нас никого в доме не было. Разве ты не понимаешь, на кого намекает твоя мама? На кого? Она считает, что деньги взяла я. И я этого не говорила. Я просто хотела, чтобы… Дурдом какой там. Дурдом. Саша, завтракать? Вот паршивец. Да-да. Здравствуйте. Можно зайти? Привет. Да, конечно. Моя мама лечится у вас. Присаживайся. Так, для начала скажи, как тебя зовут? Александр Соколовский. Мне мама дала записку с ее адресом. Но там живут другие жильцы. Вы не поможете мне ее найти? Игорь, доброе утро! Доброе утро! Сашенька! Мама! Сашка, сынок! Ты мой родной! Что ты здесь делаешь? Я так скучала по тебе. Прости меня. Я тоже скучала. Папа знает, что ты здесь? Нет. Как нет? Надо же ему позвонить. Он волнуется. Мам, не надо. Он считает, что я вор и я не брала эти дурацкие деньги. Ну, поверь мне, пожалуйста. Саша, я тебе верю. Но папе все равно надо позвонить. Он же волнуется. Ну, мы выйдем, ладно? Иди-ди-ди-ди. Я понимаю. Сейчас тебе кажется, что все тебя предали. И даже я. Саша, но я клянусь тебе, это не так. А Андрей, он… Он тебе понравится. Он необыкновенный человек. Он… Очень смелый, бесстрашный, неблагородный. Мама! Саша, ну смотри. У Андрея тяжело болела дочь. Мужчины часто отворачиваются от таких детей, оставляя женщин один на один с болезнью. А Андрей наоборот. Он не опускал руки и до последнего борется с болезнью малышки. И меня он спас. Когда все от меня отвернулись, он меня спас. Да я виноват. Прости меня. Саша, ты ни в чем не виноват. Ни в чем. Я тебя понимаю. Я очень хочу, чтобы мы больше никогда не расставались. Сынок, ну так случилось, что Андрей, он теперь моя семья. Он и его дочь, и его мама. Мам, а я? Да, а ты? Ты навсегда, Сашка. Ты мое сердце. Саша, поехали домой. Так, сюда. Ага. Ты молодчинка. Хватай. Я сейчас. Ага. Так, Вань. Какая штучка. Давай поговорим. Нам не о чем с тобой разговаривать. Ты свое дело сделала, воспитала вора. Я ничего не брал. Сколько раз можно повторять? Саша, спокойно. Дим, я не хочу с тобой спорить. Но давай попробуем услышать нашего ребенка. Попробуем понять, с кем он хочет жить, и будем уважать его выбор. А я хочу понять, на что ему понадобились двадцать тысяч евро. Может, ты ему сказал их украсть? Ты в своем уме. И наговаривай на маму. Так, все. Вань. Не надо вмешиваться в наши семейные дела. Это мои семейные дела. Лена выходит за меня замуж. А значит, теперь Саша моя семья. Я буду защищать его, как собственного сына. Саша, поехали. Я буду жить с мамой. Суд будет на моей стороне. Ну что, давай знакомиться. Андрей. Саша. Очень приятно. Мне тоже. А вот и мы с хорошими новостями. Наша Маша начинает догонять в развитии сверстников. Маша? Да. Дочку Андрея зовут Маша. Маша. Так это же классно. А ты будешь самым лучшим старшим братом. Дима, мы ей пообедать хотим. Может, пойдешь с нами? Нет. Дима, послушай. Сейчас для Марины, для своей дочки, ты главная поддержка и опора. И поэтому ты должен… Нет, ты просто обязан верить в то, что все будет хорошо. Хой к черту хорошо, Валик. У Миланы подтвердился диагноз. У нее лейкоз. У моей месячной дочки лейкоз. И шансов практически нет. Ни я, ни мама, ни Марина не можем быть донорами костного мозга. А Саша? Что с Сашей, Сашей? Сашей Леной, я с ней не общаюсь. Так, послушай, приятель. Речь идет о жизни твоего ребенка. И ради спасения ребенка ты должен собраться. Не пить. Валик. Иди к черту. Все такие правильные, честные, благородные. Порядочные. Вот вы мне уже где все. Вот. Дим. Дим, погоди. Дим, да погоди ты, ну. Лена. Привет. Привет. Пройдемся. Ты как раз на их глядишь? Я счастлива просто, Дима. Ну да. Лихо ты всех обставила на датском конкурсе. Можно сказать, пришла с улицы и победила. Давай по существу. Меня дома ждут. Что ты хотел? У моей дочери лейкоз. Да и всего месяца. Диагноз подтвердили. Милане нужна пересадка костного мозга. Ни я, ни Марина, ни мама не подходим в качестве доноров. Я хочу попросить тебя о донорстве Саши. Если он, конечно, подойдет. Дима, я искренне тебе сочувствую. Это… Это… Горе. Мне бы очень хотелось тебе помочь. Но я должна узнать, насколько это безопасно для Саши. Понимаешь? Да, конечно. Я, конечно, буду выглядеть бессердечной дрянью. Но я откажу Дмитрию. Малышку жалко очень. Но, как выяснилось, процедура эта весьма болезненная и небезопасная. Лен, при чем тут бессердеч? Тебе в первую очередь нужно думать о здоровье своего сына. Тем более, что девочке можно помочь, обратившись в Международный банк костного мозга. Да, но поиск донора может затянуться. А у малышки, я так понимаю, совсем немного времени. Я уже поговорил с Игорем, чтоб он ускорил процесс. Мам, я хочу помочь сестренке. Ведь я ее старший брат. А ты говорила, что старшие братья должны помогать младшим. Саша, нет. Я категорически против. Я хочу стать донором. Я так решил. Я отвезу тебя завтра в больницу, чтобы сдать анализы. Где Дима? За коньяком пошел в магазин. Страус от страха голову в песок прячет. Его же сын коньяком заливается. Каждый справляется со своей бедой, как может. Что поделать, не подходит Саша на роль донора. Но у нас надежда есть на Международный банк костного мозга. Это долго. Это очень долго. Моя девочка может не дождаться. Ну, а что ты предлагаешь? Давайте найдем дочку. Диму и Лену. Если она, конечно, жива. Да ты с ума сошла. Почему? Но они же сестры. Я читала. Одна пара родила ребенка, чтобы спасти старшего сына. Тогда Дима правду узнает. Ну и пусть. Да ты сама меня шантажировала, что расскажешь правду. Это все виноваты. Это из-за вашей халатности у моей внучки такие проблемы. Вы даже не вдосужились проверить аппаратуру. И подача кислорода была почти прекращена. Ведь Машенька родилась здоровой. Просто недоношенной. Это вы! Успокойтесь. Хватит. Не хватит! Вы из здорового ребенка сделали инвалида. Вам улицы нельзя мести. Не то что детей лечить. Что вы от меня хотите? Хотите подавать в суд, подавайте. Вы все равно ничего не докажете. Я не буду с вами судиться. Ребенка это не излечит. Так что вам нужно? Я не хочу, чтоб жизнь моего сына превратилась в кошмар из-за ребенка инвалидов. Откажитесь от девочки. Плохой совет. Ни мой сын, ни моя невестка не пойдут на это. Что я могу для вас сделать? Я знаю, что сегодня в вашем отделении умерла девочка. Да у нее мать-алкоголичка. Третьи роды. Ребенок недоношенный. Который вскоре умирает. И что? Поменяйте детей. Любочка, вы понимаете, что вы говорите? И о чем мы должны мне рассказать? Тут-то я смотрю, мама воспалывала к тебе любовью. Ну, то… Ваша дочь с Еленой жива. Просто из-за врачебной ошибки она стала неполноценной. Наталья Олеговна сговорилась с Савицкой поменять детей. Вашу дочь отдали в алкоголичке. Дети-инвалиды. В таких случаях обычное явление. А ее девочку похоронили, как Машу Соколовскую. Это правда? Правда. Я советовалась, консультировалась со специалистами. Они все единодушно утверждали, что… 90 процентов… Ребенок будет вести… …в фекотативное существование. Понимаешь? Я боролась за твою жизнь. За твое счастье. Наконец. А ты откуда эту узнал? Узнал. Моя подруга работает в отделении недоношенных детей. Она подслушала разговор с Савицкой. Митенька. Митенька, прости меня. Прости, прости, пожалуйста. Прости, что я тебе сегодня рассказала прости. Я боялась тебя потерять. Дать мелочко заставила меня посмотреть ситуацию по-другому. Давай. Давай мы возьмем бег над этой девочкой. Пожалуйста, давай мы ее уточним. Давай. Витя, ты что? Ты не понимаешь? Я не дочь твоя нужна. Ей нужен ее костный мозг. Да, да! Он мне нужен! Почему Овач должен жить, а моя дочка нет? Витя, может быть смысл существования этой девочки в том, чтобы спасти нашу Миланочку? Да молчи. Ты… Ты… Ты вообще не имеешь права об этом говорить. А ты как могла. Ты же видела, в каком состоянии находилась, Лена? Дима… Я же спасала тебя. Я же не хотела, чтоб твоя жизнь превратилась в ад. Мама… Ты что наделала? Мама… Ты что наделала? Маша, ну ты не будешь что ли? Ты… Ну это же вкусно. Может ты водички хочешь? Летит Боинг, садится на посадку… Что-то вы, господа пилоты, расточительно топливо расходуете. Давай. Маша, ну все-таки ты покушаешь? Маша, ну это же Ева. Лена! Давай еще раз. Нужно срочно звонить Дмитрию. Игорь через банк костного мозга нашел нужного донора для Миланы. Андрюша… Спасибо тебе. Классный у тебя батя. Так что, будем кушать? Ну, раз ты не хочешь, то я тогда сам съем. Дима, ты когда последний раз разговаривал с Леной, ты сказал ей, что Маша не умерла? Нет. Почему? Ну, зачем говорят старые уроны? Потом мы не знаем, жива ли она сейчас. Даже если жива, то найти ее нереально. Она жива. Ее удочерила семейная пара. Вот адрес. Я не пойду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Андрей Шемякин? Да? Да. А вы? Я бабушка родная Маши. И мне хотелось бы… Что вам надо? У Маши другая семья. Андрей, я вас прошу, вы успокойтесь и, пожалуйста, выслушайте меня. У меня в мыслях нет ничего дурного. И ни я, ни мой сын, мы ни на что не претендуем. Просто мне хотелось бы повидать Машу перед отъездом. Завтра я и моя невестка, мы в Германию уезжаем. Моей внучке, второй внучке. Предстоит сложная операция. И я хотела бы… Послушайте… Андрюша! Наталья Олеговна? Лена. Здравствуйте. А что вы здесь делаете? Леночка, здравствуй. Маша. Вы знакомы? Наталья Олеговна моя свекровь бывшая. Свекровь? Нет, этого не может быть. А что случилось? Наша Маша – твоя дочь. Родная дочь. Дело в том, что мы с Ксюшей удочерили Машу. Привет, бабуль. Маша и Саша. Привет. Как ты тут оказалась? Все ненадолго. Хочу сказать, ты очень вырос. Привет, мой хороший. Мама. Ну, как вам здесь? Здравится? Очень красиво. А как вам вот этот дом? Крутой. Привет. Классный? Он наш. В смысле? Как? Каким образом? Это мой гонорар. Ты его сама придумала? Да. Наша мама не только этот дом спроектировала, но и весь поселок. И называется он Мария. Да? Да. 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 Да.